делаю что вы могли дома тоже все повторить думаю слышно да что я говорю так делаем котлин делаем console application выбираем наш SDK какого можно ну можем момент выбрать чтобы не грязно здесь пишем magic square и создаем проект проект создается Я сейчас сделаю следующую вещь. Я сейчас создаю 9 переменных витвинов моего класса. Пока что ограничения по каждому значению я не буду ставить. Я просто пока буду ставить ограничения, что каждое значение должно принимать до 9. Оптимальный алгоритм пока я не буду писать, потому что оптимальный алгоритм вы можете сами придумать, и это будет лучше, чтобы задача у нас была. Я сделаю следующим образом. У меня будет 9 переменных. Я всегда буду добавлять на первую переменную по единице. Если первая переменная превышает 9, то я его обнуляю на единицу и на следующую переменную добавляю единицу. И так далее у меня поток данных будет с первого переменного. И заполнится полностью массив тогда, когда у меня последний элемент будет десяткой. И во время этих действий я буду проверять, не является ли мой квадрат магический. Итак, для этого я создаю класс modic. Я создаю класс modic. Это класс. Вот он. Мне нужно 10 переменных. Это A11. Можно вопрос? Да. А вы сказали, что пока не получится магический квадрат, а что понимается под магический квадратом? А, кстати, да. Магический квадрат – это квадрат, у которого сумма всех сторон и сумма всех диагоналей равны. То есть квадрат, который имеет значение, когда вот каждую строку отдельно-отдельно складываем, каждую строку отдельно-отдельно складываем и каждый диагонал отдельно-отдельно складываем, все они должны быть равны. Так, A11 integer. А магический квадрат может быть любого размера, да, или только А3? Может быть любого размера. Не важно, какой размер он будет, любого размера он может быть. А надо, чтобы его, как бы, первая и последняя строка, сумма первой и последней строки, и самые правые и самые левые строки и диагонали совпадали. Чтобы они все совпадали, я сейчас вам покажу это все. Хорошо. Вот смотрите…. Еще раз покажу на нашем слайде… Вот. Сумма 1, 2, 3… Должно равняться сумме 4, 5, 6… Должно равняться сумме 7, 8, 9… Должно равняться сумме 1, 4, 7… Должно равняться сумме 2, 5, 8… Должно равняться сумме 3, 6, 9… Должно равняться сумме 1, 5, 9 и сумме 3, 5, 7. Понятно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь сумм должны равняться друг другу. Окей? Так, я здесь исполнил 1, 1. Давайте лучше, как в задании, лучше я 1, 2, 3, 4, 5 сделаю. Чтоб одинаково в формате у нас было. И так, вот. Я создал Magic Square. Magic Square я в своем коде здесь. Теперь могу использовать этот Magic Square. Так, с вашим позволением я хочу включить режим... Что-то не могу найти его. Презентация что-то... Ну ладно. Значит, я делаю... Magic Square. Magic Square. Так, Magic Square. Magic Square. Вот, у меня есть Spaghetti2. Теперь я должен начать работу. Когда я начинаю работу, что я должен делать? Первое. Я должен добавить единицу к первому элементу. Давайте предположим, что все элементы по единице. И первое только 0. И здесь я объявляю функцию add. dd или функцию пусть будет increment, который не принимает конкретного значения. Он просто делает a1 плюс-плюс. Но, так как у меня есть правило, если a1 больше 9, если a1 больше 9, то я должен сделать следующую вещь. a1 сделать единицу, а a2 сделать плюс-плюс. То есть, если я добавляю первое значение для первого значения единицу, то она должна дойти до 9. А когда она становится 10, то она должна остаться единицей, а второе число добавляет единицей. И таким образом, каждый раз, когда я делаю increment, я могу увидеть, что у меня значения меняются. Следующая функция мне нужна. Это print. Или давайте слово show напишем, которое будет показывать. Что будет show делать? Она будет Печатать 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 значения мои На экран a1 a2, a3 a2, a3 Следующая строка a4, a5, a6 Следующая строка a7 a8 a9 Вот так вот Значит, функция inc Она увеличивает первое значение на единицу И если первое значение больше 9, то первое значение она делает единицей, а второе значение делает плюс-плюс А show, она показывает нашу методику Так, вот я создал magic square И давайте скажем magic square show Покажите И запускаем И запускаем То есть пока что я в главной функции сделал так, что я создаю magic square и вывожу его на экран Пока вот такое вот вещь я делаю Сейчас проверим, что произойдет Не запускается Не запускается Как видите, я внутри шоу Что находится я не знаю Я просто в этом главной функции создал magic square И просто вызываю покази себя И вот он показал, каким этот magic square себя представляет Делаю дальше magic square точка increments И опять magic square show Запускаю Теперь он должен сначала мне показать первый квадрат с нулем Потом я делаю increments Первый элемент он должен увеличиться на один Потом опять делаю show И первый элемент у него должен стать единицей Вот она Значит первый элемент у меня Вот он Первый show показывает 0.1.1.1.1.1 А второй показывает Вот, что первый элемент стал единицей Что будет, если я несколько раз буду вызывать increment Так, к примеру, пусть он долго будет Такий несколько раз Давайте я поставлю его на единицу Вот 11-я строка Так, по 20-й строке У меня получается 11 раз я вызываю функцию increment И запускаем Проверим, что произойдет Так, вот как вы видите Я несколько раз запустил increment Первый элемент поменялся на 2 Второй тоже поменялся на 2 То есть первый отработал с единицы до 9 Потом увеличил следующую на единицу Потом у тебя он опять На следующей строке Следующем инкременте Увеличил на единицу То есть инкремент у меня работает То есть я могу Хоть сколько раз вызывать инкремент И он каждый раз будет увеличивать у меня Значение первого элемента Но так как Если у меня Значение второго элемента Увеличится больше 9 То я должен второй элемент Опять-таки обнулить Или там единицу поставить И пройти на следующий элемент И таким образом Я должен Это продолжить для всех элементов Так, третий Так, теперь четвертый Третий Четвертый Так, пятый Пятый Так, пятый Шестой Теперь Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой И Девятый Так, это будет 9 Это будет 9 И сделаю так Что если девятый Он Так, последний элемент Девятый Он должен дойти до единицы И все Если переполнение Девятого Он Девятую Единицу ставит А дальше Ничего не делает То есть он Дальше Ничего не надо Итак, вот у нас Такой длинный Инкремент Такой длинный Инкремент И Где-то минутку Два раза А больше пяти Я написал где-то А больше Единицы А больше Пяти Где-то Нет Итак Теперь я запускаю Также давайте В нашем Магическом квадрате Вот здесь При печатании Я поставлю Ограничения Чтобы можно было Увидеть Ночью Итак Теперь я могу Здесь Вызвать Инкремент Несколько раз Давайте я создам Цикл С десятимя Элементами Который Каждый раз Увеличивает Значение На единицу Увеличивает Значение И показывает На экране Это я сейчас Как вы видите Класс В классе Находится Вся логика Которую мы Используем То есть Инкременты Показания И так далее А здесь Как вы видите Вот она работает Единица Двойка Тройка Четверка Пятерка И так далее После девяти Вот один Два И так далее Теперь Здесь мы можем Теперь создать Другие функции Функции К примеру Function Is Medic Который Дает нам Значение True или False Пока что Пусть он будет False Но Чтобы найти Это Is Magic Это магический Или нет Нам нужно Что делать Нам нужно Проверку делать То есть Является ли А1 Плюс А2 Плюс А3 Равняться Значению А4 А5 А6 Так Для этого Мне нужно Будет Ретурн Поставить Вот И Равно У меня Домер Значит Булевое Значение Я проверяю Если сумма Первых трех чисел Равняется Сумме Следующих Трех чисел Значит Это как бы Магически И таким же образом Я должен сделать Следующую вещь Так У меня есть Переменная Например Сум Который берет Значение Сум Первых трех элементов И я Эту сам Буду проверять Со всеми Другими элементами Это значит Так Вот это я беру Поставлю Значит Сумма должна равняться 4,5,6 Дальше 7,8,9 Дальше По По вертикали У меня Теперь 1,4,7 2,5,8 И так далее Значит Сумма равна Дознаться 1,4,7 8,5,2 И 3,6,9 Вот он Так Здесь Она теперь дает Является ли Мой квадрат Магическим Да Или нет Теперь Я могу Здесь Использовать Внутри Нашего цикла Println Так Println IsMagic IsMagic Magic Square IsMagic Вот он Запускаю Так У нас уже время Но Давайте я вам сейчас Закончу эту часть И отдам И как вы видите Вот Пока что они все False Один раз он мне дал True Так как Сумма всех строк Сумма всех столбцов Они одинаковые Я пока еще диагональ Не добавил Она говорит мне True То есть вот у вас Уже есть каркас Для Класса Вот у меня Класс Magic Square У него есть метод Который Increment Он сам Каким-то образом У себя Не знаю Как он Переменные Там у себя держит Но я знаю Что инкремент Он увеличивает Нашу матрицу На один Show Как он показывает Я не знаю Но у меня Вот экране Появляется Вот такая вот вещь То есть Матрица Появляется И IsMagic Она мне дает True Или False В зависимости от того Сумма строк И столбцов Они равны Или нет Он дает Дает мне значение Вот у меня Уже какой-то Каркас есть А дальше Мне нужно Теперь добавить Диагонали Добавить Что каждая цифра Должна быть Разная И все И запустить Мой цикл Там на несколько раз Чтобы он перебирал Все возможные варианты И мне дал Какие Какие квадраты У нас магические И Здесь Как бы После изменения Нашего Вот этого массива Я бы сделал Такую вещь Что Если Magic Square Magic Square Is Magic Тогда Magic Square Show То есть Вот эта вот Лойка Она мне Дает возможность Что Показать Только те квадраты Которые Магические Окей Так Пока что Давайте здесь Я остановлю Вот у нас Класс есть А сейчас Этот класс И Нашу Мейн функцию Я отправлю Сейчас по Телеграму Чтобы у вас Она была Да И В практике Мы уже С вами Более детально Это все Посмотрим Какие могут быть Объекты И так далее Там тоже У нас Будет Задача Хорошо Можете Пожалуйста Лекцию Отправить Да Я Лекцию Тоже Вам Отправлю Софтем На север Тоже И По Телеграму Тоже Вам Презентацию Отправлю Телеграму Можете Еще Пожалуйста Самую Первую Лекцию Отправить Отправить Хорошо Я Тогда Все Скину Туда Все Я Отправлю Отправлю